Привет, друзья! Ленинградский рассольник – это постреволюционная и более бюджетная версия рассольника московского, а потому в классическом рецепте ленинградский рассольник варили на говяжьих почках и непременно с перловкой, которая была в изобилии. Но так как блюдо весьма демократичное, со временем стало допустимо использовать говядину на кости или обычную курицу. У меня, например, две куриные спинки и ножка. Заливаю мясо холодной водой, добавляю душистый перец, лавровый лист и варю на медленном огне до готовности мяса. Неизменно в этом блюде перловка. Я предварительно замачиваю ее на ночь, чтобы она сварилась быстрее. Отвариваю в отдельной кастрюле до готовности, чтобы рассольник не был мутным. Нарезаю зелень. Для супов я использую именно стебли, так как они содержат больше ароматических веществ, а листья оставлю для подачи. Подготовлю овощи. Морковь режу брусочками, но можно просто натереть ее на терке. А репчатый лук нарежу кубиком. Соленый, именно соленый огурец, также нарежу брусочками. Выкладываю огурец в отдельную посуду, заливаю рассолом и кипячу в течение 5-7 минут. Именно кипяченый рассол придаст супу тот самый вкус, аромат и дополнительную остроту. Когда мясо готово, вынимаю его из бульона и отделяю от костей. Кстати, перец и лавровый лист уже можно выкинуть. Налью на сковородку немного растительного масла и приготовлю зажарку. Кстати, многие спорят, нужна ли в рассольнике томатная паста. Я считаю, что это дело вкуса. Я вот, например, не добавляю в ленинградский, а в рассольник с рисом кладу. Ну а теперь все проще простого. В бульон я добавляю обжаренные овощи, немного соли и перца, перловку, мясо, огурцы вместе с рассолом. Для того, чтобы ингредиенты подружились, необходимо дать им провариться вместе хотя бы минут 7-10. Про зелень я тоже не забыла. Добавляю суп измельченные стебли. Не буду спорить, рассольник из тех супов, которые на второй день становятся еще вкуснее, но уж очень не терпится попробовать с пылу с жару. Подаю непременно со сметаной и зеленью. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ведь в следующем видео я покажу, как из обычной перловки приготовить очень вкусный салат.